Падающий цветок вернулся вдруг на ветку. Оказалось бабочка. Великий мастер получил в подворотне в нос. Оказалось невеликий. Привет парящие в небытие медузы. С вами Федорович. А значит после этого видео вы станете быстрее, сильнее, точнее и вообще всемогущественнее. Ведь приемы, которые я вам покажу, вы не узнаете ни на каком-то там боксе, мемат или муай-тай или какой-то другой чепухе. В общем только здесь, только у меня вы сможете стать по-настоящему великим бойцом. А чтобы все это впитать как кашалот планктон, подпишитесь на канал. Если бьешь, бей сильно. Если кричишь, кричи громко. Этот постулат высечен на дверях этой тайной школы ниндзяков айкидошников. Они скрытные и мощные как ниндзи, но при этом мягкие и гибкие как айкидоки. Возможно вы удивитесь, как такое вообще возможно. Но в нашем безграничном, необъяснимом пространстве вариантов возможно даже больше, чем невозможно. Тем более, когда ты сам придумываешь тайные системы боя. Познавшие силу вселенской чии, гипноза, йоги и камасутры вообще не имеют права покидать свой дом в мирное время. Только в случае войны, чтобы уничтожать противников сотнями. А наш мастер именно такой. Посмотрите, какой невероятной техникой он обездвиживает своего ученика. Это что-то между гипнозом и тайной смертельной камасутрой, делая из него неподвижную куклу для своих забав. Тот момент, что ученик тупо сидит и ничего не делает, пока мастер полчаса вспоминает, куда нужно засунуть одну руку, пока вторая и ноги свободны, мы упустим. Если не можешь достигнуть всего, не нужно отказываться от части. Ведь смысл всех учений настоящих непобедимых мастеров не в том, чтобы их приемы или навыки имели практическую ценность, а в том, чтобы у тебя было три ученика, которые знают, что нужно делать, чтобы сделать красиво и выставить мастера мастера. Субтитры сделал DimaTorzok Если нет того, чего желаешь, желай то, что есть, или достигни то, что хочешь. Будучи наковальней, нужно терпеть, а будучи молотом, нужно бить. Вот и сейчас наш мастер покажет нам по-настоящему нужные навыки в жизни. А сейчас учитель показывает действительно полезные навыки. Защита от трех мужиков, которые повалили тебя на пол и пытаются сделать что-то нехорошее. Не знаю, может учитель уже проверил такое нападение на себе в каком-то барчике типа голубой устрицы и сразу понял, что нужно разрабатывать систему защиты. Ведь в субботу опять нужно туда сходить зависнуть, а повтора не хочется. Но в любом случае мастер демонстрирует прямое подключение к вселенской энергии Ки, которая дает ему мегасилу и возможность одной рукой, прижатой к полу, поднимать целого жердяя. А это очень непросто. Жаждущий выпивает все до последней капли, а ученик делает все, чтобы возвысить учителя. Конечно, вы можете задуматься, почему все ученики бегут на него как баран на ворота. Ну неужели они не могут встать в стойку и спокойно подходить, выбрасывая только удары? Но этот вопрос сразу показывает ваше полное непонимание всего мастерского учения и понимание безмятежности бытия. Как же можно будет так красиво схватить руку и сделать приемчик, повалив бандита на землю, если он будет боксировать как боксер? Ну и глупые мысли приходят вам в голову. А закончим мы великолепной демонстрацией мастера своих навыков грэпплинга и джиу-джитсу. Этой технике завидуют все бойцы UFC, так как они никогда не узнают, что нужно сделать в реальном бою, чтобы твой противник тупо сидел, не бил, не сопротивлялся, не убегал, а тупо сидел и ждал. Пока ты вспомнишь, куда какую руку нужно просунуть, чтобы красиво кувыркнуться. Я понимаю ваши эмоции и огромное желание уже брать билеты на самолет, чтобы искать школу этого великого мастера. Но подождите, после этого мастера, лучшего бойца Тхэквондо во всем мире, вам придется брать сразу два билета, чтобы посетить их обои. Как желают не добычи, а возвращения с охоты, Так давайте и мы пожелаем этому чемпиону не славы, а остаться в живых после такой тренировки. Ведь он реально подвергает свою жизнь и здоровье опасности. Во-первых, его удары чреваты разрывом штанов на мотне, а может и чего похуже. Во-вторых, вся эта конструкция и его отличный зал очень хрупкого вида, поэтому мастер тренирует не только удары, но и реакцию, когда какая-то хрень падает со стены ему на голову. Ему приходится молниеносно уклоняться, проявляя чудеса реакции. Ну и в-третьих, самое опасное во всем этом то, что на заднем плане поют свою прекрасную песню Куры. А все знают, что там где куры, там и коровы, а где коровы, там и бык. А когда бык видит, как кто-то кого-то бьет, обязательно впрягается в бой. Так что мастер Хэквондо еще и тренирует шестое чувство и глаза на затылке, чтобы не оконфузиться, когда рога быка встретятся с его пятой точкой и зайдут не туда, куда надо. Пишите в комменты, к какому сенсею вы все-таки поедете на обучение. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. А если у вас есть желание поддержать канал, вы можете это сделать в описании, за что будете получать от меня особые плюшки. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok